Все? Давай. Осноровка. Итак, после утюжки вывернули изделие на лицо, перегнули посередине спинки и посередине полочки. Осноровка на этот раз идет в открытую пройму. Первое, что мы делаем, мы скалываем боковые швы и срезы. Второе, что мы делаем, это мы скалываем плечевые швы, уравниваем вот эти уголочки. Затем мы скалываем другие плечевые швы, уравниваем все уголочки. Вот Леночка дома делала примерку и она не нарисовала вот так линию. Обычно нужно рисовать вот так линию. Здесь нужно найти верхний уголок подмышечной впадины и нарисовать, отметить меточку здесь, отметить меточку подмышечкой и нарисовать вот такую линию. А ее уже потом запомнить ниточкой. Хорошо? В следующий раз, Лена? Да. Да, вот хорошо. А мы вот так вот скалываем все. Прокалываем пройму, прокалываем горловинку. Так, например. И вот здесь. Вырез у нас лодочка. Вот так. Теперь мы берем нашу линейку. Любимую. И было. Горловинка не менялась, мы ее не трогаем. Но пока мы строчили, у нас вот здесь появился уступчик. Значит, этот уступчик надо убрать. Поэтому мы сравниваем вот так. Плечико. Хорошенькое плечико. Тоже можно ничего с ним не делать. Не требует никакой корректировки. Все было хорошо. Померяем длину этого плечика. Значит, здесь у меня почти 6 сантиметров, если вот отсюда смотреть. И здесь тоже 6 сантиметров, если вот отсюда смотреть. Значит, плечики нами выбраны правильно. Рукавчики у нас пойдут с головкой. Мы не боимся. И хотелось сделать их поглубже пройму. Видите, ниточки стоят. Поэтому я нарисую. Поэтому я нарисую вот так. Это линия, по которой будем шить. А вот это линия, по которой будем отрезать все лишнее. С этой стороны тоже самое. Но так как у нас нет средней вот этой вот полосочки, я уж не буду сильно в угадайку играть. Сильно срезать тоже там не буду. Нарисую интуитивно вот так. У нас рукавчик идет с головкой. Поэтому мы не боимся вырезать побольше нашу пройму. Потому что она все равно будет замещаться головкой. Вот так мы нарисовали. Потом берем ножницы и почищаем все. По вторым линиям. Сейчас осноровим линию низа. И будем заниматься подрезкой мелких деталей. Все. Скололи платьице по линии низа. Булавочки ставим выше линии, по которой выбранной нами линии низа. Ниточки стоят. Померили, запомнили ниточками. Все, скололи. Теперь платьице зауженное к низу. Поэтому у меня должна нарисоваться грустная улыбка. Как я это делаю? Вот меточка, которая показывает линию низа. Я по ней прямой угол делаю линейки. И рисую до серединки передней половинки. Потом измеряю вот это расстояние. Вот оно пальчиком. И переношу его на спинку. На спинке делаю такую пометочку. Опять прямой уголочек на спинке сделаем. И рисуем до середины спинки. А теперь мне надо их подружить. Потому что если я просто вот так проведу, видите, они идут под наклоном друг к другу. Поэтому я пытаюсь как-то вот так вот ровненько и красиво нарисовать с этой стороны. Перевернуть, может быть, линеечку. И нарисовать вот с этой стороны. Со стороны оцениваю ту линию. Она мне нравится. Поэтому я работаю дальше. А теперь мы выбираем припуск на обработку низа. Я думаю, это будет 3 сантиметра. Вот здесь 3 сантиметра. 3 сантиметра. Поворачиваем линеечку. 3 сантиметра. И вот так 3 сантиметра. Эту линию мне нужно нарисовать с другой стороны нашего изделия. Поэтому я прокалываю булавочками. Чтобы показать ее на нижней стороне нашего изделия. А эту часть все отсекаем. Нижний срез мы проклеим. Проклеивать не будем в этой ткани. Нижний срез мы обметаем. И подошьем, скорее всего, вручную. Переворачиваем сразу сюда. И по следам наших иголочек рисуем вторую линию. Потому что линия низа всегда должна быть проработана. До конца нарисована. И заутюживать какие-то там сантиметры через бумажку. Я думаю, что это не точная работа будет у нас. Поэтому я делаю вот так. Ну все, на этом осноровка закончилась. Да, еще у нас осноровка рукавчиков. Заканчиваем утюжку рукавов, перекладывая их пополам. Птичка говорит о том, что это левый рукав. Правый рукав мы складываем точно так же и укладываем его на левый рукав. Находим серединку. Нашли серединку, уравниваем срезы. Можно поставить булавочку. Здесь ткань послушная, не буду ставить булавочку. Вот так положили. Это передняя половинка рукава, передний локтевой перекат, это задний. Передний локтевой перекат делается немножечко покороче, чем задний локтевой перекат. То есть я нарисую эту линию вот таким вот образом. То есть спиночка у меня пойдет чуть-чуть подлиннее задний локтевой перекат, а передний будет немножечко покороче. И здесь будет сборочка и манжетик. Все, осноровка рукавчиков закончена.